ну что ж всем здравствуйте 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 спонсор так сказать моего порядка на голове ветер в санкт-петербурге миллион метров в секунду всем здравствуйте сегодня у нас тема работа с новыми декорациями я особенно трепетно отношусь именно к этой коллекции потому что она прям вся вот мне прям вот вот сердечко если честно у меня сегодня была грандиозная идея преподнести как дизайн и коллекцию но немножечко все не срослось а все потому что магазинах где продают или ларьках печатную так сказать продукцию не было журнала татлер все же видели да татлер где ивлеева саджем видели да это двойную обложку видели эту безумнейшую просто фотосессию и когда я увидела все я хочу вот раскрыть этот журнал и насти ивлеева сделать там от насти ивлеева кто не знает меня мечтают сделать насти влево ногти а все мои мечты сбываются поэтому только вопрос времени вот но я не нашла я два дня искала журнал и не нашла я решила его сегодня заказать а на следующей неделе я сейчас буду каждую неделю проводить по дизайном в течение месяца на следующей неделе сделаю все таки эту идею свою крутую привезут мне татлер я сделаю блин так было круто я короче нашла хипсы хотела запилить острый но нашла сразу острый сделаем сегодня дизайн на острых на острый форме и дизайн на балерине это мои две любимые формы сейчас пока я пилила естественно захотела себе длинные ногти уже думаю что пойду к резидентам всем привет привет наташечка привет привет в общем сегодня у нас дизайн и дизайн и дизайн конструктор мой любимый я очень люблю дизайн и для тех кто не знает дизайны которые дайджест каталоги в последнем это собственно грамм моей фантазии дело рук и рук моих тоже вот кстати дизайн все очень простые очень крутые для тех кто не умеет работать с дайджестом я вам очень советую попробовать если вдруг вот многие знаете что говорят ну вот здесь есть дизайн у меня же не может быть вот всех прям декорации всех цветов вдруг у меня чего-то не будет ну как я клиенту скажу ну у меня нет этого цвета очень круто делать свои дизайны из того что есть ну то есть брать за идею дайджест брать за идею дайджест и заменять цвета возможно заменять декораций брать вот за основу стилистику сейчас же очень крутые есть боксы в продаже я вот сегодня новый себе взяла я буду сейчас начинать как раз таки его формировать себе для ими бутика потихонечку сейчас буду делать дизайн и буду складывать и потом когда он откроется мне уже будет целая коллекция делайте свои дизайны из того что у вас есть раскладываете в боксик клеить типсики и смотрите какая прелесть клиент садится это все эстетично красиво смотрит дизайн и выбирает господи это же просто экстаз да не вот эти рамочки вот не люблю эти рамочки никогда мне их не было и мне кажется это не так стрёмненько простите те у кого они есть но вот на мой взгляд это так такси история а вот боксик это очень эстетично плюс не попадает легко все а ну что чуть-чуть под собрали сейчас начнем вижу знакомые селись такое ощущение как будто веду эфир у себя на аккаунте ничего не поменялось вот я уже подготовилась все мне сразу скажу я вообще не знаю что что делать так бы полная импровизация я не успела подготовиться превозмогая порывистый ветер добиралась до офиса приехала впритык успела только разложить типс и все сейчас буду импровизировать ну что переворачиваем так тундун дундун ой тут у нас чонки да для тех кто не знает мы находимся в питере в офисе нашим по продажам у нас нет пока у меня место своего ждем ремонт идет салоне я надеюсь что это не затянется и мы тут как бедные родственники понимаете так а как отключить что не вижу а вот сейчас отключу пожалуйста секундочку подождите скажите меня слышно все хорошо и цену хорошо бы блин цену ну ёлки-палки цену сейчас мы девочки скажут лер ты не скажешь цену на что только не помню а на вот эту штуку лер и и все на наш знает на бокс вы хотите цену я правильно поняла лампа смотрите какая красивая новом дизайне вот все теперь вот все как я люблю понимаете все как я люблю крутые декорации не на всякой же были крутые но сейчас они прям на мой вкус вот крутые декорации черная лампа вот я себе уже подготовила кипсы хочу сделать острый почему вот вот смотрите как многое сделала я люблю делать дизайн и вот не знаю как вы почему мне эти боксы зашли я люблю дело дизайне на пяти ногтях но чтобы видно было клиенту как этот дизайн будет выглядеть если это будет на пяти ногтях и вообще мне нравится даже просто делать дизайн и брать 5 типс от большого к мизинцу и мне как-то вот я получаю эстетическое удовольствие когда вижу полную картину по одному типсу вот ну как-то я не понимаю мне вот нравится вот так одни вот остренькие у нас будут авторы балеринка и еще я же ну crazy да немножко я сделала сегодня самодельный пирсинг для ногтей короче обошла магазины не могла найти пирсинг мне очень нравится на острых и на балерине на пирсинг на кончик искала искала общем нигде не нашла не знаю как-то питер в этом плане причем такие крупные магазины как-то вот не нашла сделала самодельный сейчас вам покажу ой отпала штучка сейчас короче я не из тех людей которые сдаются я два дня думала как мне воплотить у меня в голове была мысль пони что я хочу сделать дизайн и вставить пирсинг короче взяла украшение попала взяла какую-то цепочку свою сняла с нее колечко смотрите видите колечко обычное звено в цепочке зашла опять же вот какой-то там магазинчик нашла там вот такие штуки видите круглые просто черные белые вот на одном дизайне мне будет девочки бокс для тип стоит 2 500 тут белая отпала и также можно нацеплять чего угодно я вообще изначально хотела из акригеля накатать шариков разноцветных или просто понанизывать их ну короче хотела сделать из геля эти штучки разноцветные витражные может быть какие-то но не успела опять-таки забежала в какой-то магазин и купила вот такие фуськи вот смотрите вот такие висюльки их можно разные надевать и вот вот так вот мы будем на кончик просверливать и вставлять блин ущи кафе обожаю вот это сюда а вторая тоже наподобие только вот такая видите вот такие штучки они короче разноцветные как это поедки до называется и вот и на 2 вот такую штучку тринь 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 не ну клёво же все эти хочу ногти длинные не могу я думаю что сегодня они прям не выдержу после эфира сделаю отцепись сделаю себе одну руку ну вот рассказала идею конечно таттлера мне сейчас очень сильно не хватает потому что у меня прям была в голове идея что я возьму журнал раскрою его и буду делать как будто как будто бы для насти и влеевой дизайн ну да ладно бог с ним следующий раз следующий раз прям сделаем за не такой рок-стайл такой жесткий кэжу прям вот короче клёво будет вам понравится ему ну что же переходим к декорации у девчонкам не привезли еще мне мои декорации новые я позаимствовала у девчонок поэтому не обращаю внимание на надпись с другой образец я сейчас растрепаю естественно все вот это вот я выбрала те которые я вот прям не могу вот обожаю их у меня кстати тоже на руках уже правда троши поэтому я но я покажу все таки надену потом перчатку они кстати смотрите ему месяц уже почти и как они смотрятся да ну довольно таки прилично и ничего не я даже не сделала ни разу кутикул римовером негожая девчонка и ну то есть они вот очень очень хорошо носятся во первых смотрите с торца по поводу слайдеров есть вопросы многих мастеров что с торца начинают слазить слайдер при носке я клиент вот я только что все делая вот этим ногтем раскрывала звено цепочки ну то есть я ими вообще их не жалею не ищажу и могу не болты закручивать но они должны быть хорошо закреплены естественно первых у меня ногти качественно сделаны и толщина есть и запечатка я без запечатки вообще не ношу это вот один момент следующий момент слайдеры конечно же должны быть очень хорошо закреплены мы их крепим на слайдер топ обрабатываем ультрабондом счищаем пилкой смотрите я слежу за этим моментом вот очень серьезно счищаем пилка здесь с торца и по боковым линиям так чтобы ни одного кусочка слайдера нигде не осталось иначе он начнется чтобы отрезал вот такой вот полностью чистый иначе начнет слазить потом уже наносим слайдер топ еще сверху вот у меня здесь были еще шармиконы и поэтому еще нанесли т-класс а я еще дали как люблю делать между слайдерами слоями я отдельно прохожу торец тоненькой кисточкой слайдером то есть максимально максимально стараемся его защитить тогда они будут носиться хорошо вот принципе кстати у меня ничего выглядит они можно перчатки даже и не надевать и так один мы сделаем такой вот в стиле наподобие как у меня только я хочу взять колючую проволоку нам не очень нравится конечно же мы поработаем коллекции эгоизм мне не зря даже губы накрасила в цвет здесь чем не нравится коллекция эгоизм тем что здесь все цвета очень разнообразные ну то есть не так что там несколько нюдовых там серых красных а каждый цвет он по-своему крут но их все можно между собой сочетать ну то сейчас же вообще в тренде такие карточки еще есть можно выбирать маникюр своего настроения не все клиенты кстати я как-то недавно возьмите на заметку увидела одного мастера в инстаграм у нее называется услуга дизайн сюрприз то есть какая-то стоимость у него фиксированная клиент все соглашается то мастер абсолютно на свое усмотрение делает дизайн но это прикольно вообще круто я тоже так люблю я такого не знала чтоб так назвали называли и такого нигде никого не видела но и когда с клиентами работала мне тоже такое было когда у меня была одна клиентка которая вообще говорила мне всегда делай что хочешь я говорю о длину она что хочешь игра форму на хочу хочешь и она просто все время сидела в телефоне и я делала все на свое усмотрение и она ну как вам каждый раз она ну-ка как всегда круто ну как это все спокойно всегда относилась и думали интересная барышня вот все цвета разные но их можно между собой какой цвет не возьми вот смотрите вот так вот их все они все между собой сочетаем еще вообще неожиданные сочетания в тренде поэтому не бойтесь неожиданных решений пробуйте сочетать какие-то несколько казалось бы несочетаемые цвета не уходите от этих стандартных каких-то там вариантов дизайнов на двух пальцах или на одном сбоку старайтесь этого уходить потому что если открыть инстаграм сейчас дизайн все такие вот прям нестандартные когда же где-то может быть даже трешовые если хотите быть всегда на волне старайтесь менять менять какие-то свои устои опять-таки если у вас клиенты все возрастные какие-то ну сделайте обязательно несколько вариантов дизайна для девчонок прям вот молодых молодых все равно такие клиенты найдутся а возможно и ваши клиенты если видят тоже захотят это прям вообще это название л тату это сейчас уже уже как год идет и еще будет идти сочетать можно я вот например люблю дизайны на голых ногтях кто-то любит на свете вот эти неодрессы они под их можно и на молочные ногти на прозрачный и на цвет если они на любом варианте круто смотрятся просто хаотично лепишь адресы просто хаотичном порядке и уже крутой дизайн но это вообще мой любимый уже называется газетный принт ну вот он у меня да я мы здесь сочетали мы взяли сетку вот эту и эту газету я долго думала кое хочу решила сочетать и мы пошли отсюда сетка сетка а потом разорвали на илдресс смотрите тут у меня сетка переходит в газету мы просто взяли разорвали на илдресс прилепили с одной стороны разорванную сетку другой стороны газету ну блин прикольно же получилось прикольно вот эти же самые на л тату они еще с белом цвете для темных оттенков ну очень круто эти прям вот тренд-тренд ну безусловно принты ну микки маусом это уже классика такая буквы то все естественно будет еще очень долго на волне потому и самые крутые вот мне нравится еще 5d ну скажите же господи я вообще торчу я торчу от этой клубники просто диком дичайшим восторге но губы соответственно должен классические шермиконы буквы это вообще всегда в принципе популярно будет так и опять таки где-то мне одна уже потерялась где-то один именно шермикон завалился ладно и вот эти значки это тоже тренде их круто очень сочетается на адресом виде у меня просто аналдресс и сверху наклеишь наклеены шермиконы классно классно просто просто я люблю вот такие простые дизайны я люблю вообще на молочном цвете потому что не отрастает не видно вот у меня месяц ногтям да и вот как бы вроде бы еще и ничего как у меня наушник этот вымораживает ну что начнем конечно же я может быть не буду делать на все ногти покрою их просто цветом а может быть нет я люблю прозрачные я не зря взяла прозрачные сейчас типсы во первых прозрачные ногти даже не успела они такие были кстати формы я прям такой их таких купила где-то вот зашла просто магазин где очень много всякой такой мелочевки и купила я люблю прозрачные ногти и сто процентов клиенты сейчас просят прозрачное наращивание с прозрачным кончиком или полностью прозрачные ногти потому что это сейчас тренд девочки ну тренд стопроцентный самое крутое наращивание прозрачных ногтей гелем монофаз вот одним гелем и подложку и смоделировали все и вопрос закрыли я хочу один вариант сделать цвете 343 это он или это не он до этого но это же просто вообще какой-то дичайший восторг мне очень нравится тела дизайны с прозрачным кончиком то есть перекрывать тело ногтя и оставлять прозрачный кончик это сейчас круто поэтому я вот решила сегодня сделать именно таким образом и эти острые ногти у нас будут все одинаковые если мы делаем клиенту конечно же у нас вот так рука повернута мы переворачиваем кисточку это очень просто видите кисточка за счет того что овальная и очень легко выводить ровный лининг типа по линии френча я оставлю прозрачный кончик хотела ногти перекрою и потом на тело конечно же мы декорации нестандартный у нас будут дизайны необычные салонные ну обычные как бы вы уже наверное видели я люблю такой экстравагантные варианты смотрите как ровно ну кисточка потому что овальная кисточка овальная можно просто вот так даже подступательными движениями знаете как будто френч рисуете не нужно даже ничего дополнительно брать получается идеально ровная линия так быстренько сейчас покрываю жалко нельзя вам на ускорение поставить и есть сейчас тема такая что все-таки в тренде особенно у молодежи дизайн на всех ногтях вот эти вот по два пальца там где-то сбоку вензилек какой-то уже не катит ну мы таких дизайнах не разговариваем если есть такие клиенты они всегда есть то вы знаете что делать вот есть очень быстро но максимально быстро то есть это за не такие дизайны немножко сложно сочиненные кажутся но на самом деле выполняются очень очень просто смотрите да понятно это у меня типса если вы делать на клиенте то вы вот так переверните кисточку покроете от кутикулы да вот так раз раз а потом переворачиваете в обратную сторону немного отсвечивает лампу перевернула и в другую сторону ну понятно я вот так кисточка до кутикул не найду можно взять в таком варианте тоненькую и довести идеалить 3 сущим я не буду два слоя покрывать зачем нам это нужно на типсах время тратить да и вообще на клиенте если по 1 адрес и постараться покрыть можно и в один слой ничего страшного ну цвет конечно это просто какой-то поросячий восторг честное слово насколько я ну вот я не помню когда ходила с каким-то цветным покрытием кроме белого черного молочного и может быть неоновые летом были я уже не помню но последнее время у меня просто вот молочко и все мне так задолбали все цвета уже просто невозможно но я очень хочу вот именно этот цвет я хочу острые ногти или миндальные мне прям все прям трусит осенью почему-то вот хочется особенно чего-то необычного новенького попробовать что-то ранее не пробована и вот наверное знаете как не хватает солнышка ну нам наверно скоро будет не создать и хочется чего-то как-то поднять себе настроение хочется чего-то особенного сменить форму ногтей сделать какой-то крутой необычный дизайн такой который вы знаете или никогда не делала или всегда хотела но боялась то как у меня с рыжим цветом волос так пока сушатся что смыть чего тут пишите можно повторить цену бокса 2 500 до по-моему 2 500 бокс сохраните пожалуйста эфир ноги мастера бы конечно же мы его сохраним ног выложу скорее всего не сегодня на днях обычно когда проводят эфир на кайтном аккаунте в течение нескольких дней его по по плану выкладывают в ленту все будет сохранено сейчас мало пирсинга тоже найти не могу да мало знаете я вчера же только мне эта идея посетила я бы заказала то есть на каких-то там сайтах алиэкспресс ах что там еще шейные вот эти все мелочевка это китайская сто процентов там есть очень многое знаешь нас быть и комплекс заказывали крутые такие с камушками я себе делала я вам показывала даже вот магазин надо тяжело найти я хочу заказать я закажу обязательно и наделаю много вариантов на типсах именно с пирсингом сколько стоит новая лампа допомню столько же стоит да так 14 14 990 до 14 990 на это катя а катя привет это здравствуй все покрыли достаем все хочу ногти длинный могу мру умру сейчас так я вам уже договорил о том что сегодня полная импровизация и не знаю что делать сейчас буду у меня же конечно в голове появилась идея раз я сделала такое покрытие но не до конца вот еще будет черный кончик обязательно сразу мы это делаем гирлак номер 030 black gloss можно взять кисточку я скорее всего нам не понадобится мазок номер 0 ну или не линеарную какой вам удобнее можно взять скошенный квадрат здесь принципе рисовать нечего будет там здесь будет только самый кончик прокрыт блин вот эти штуки где сюда попался меняемся пацаны меняемся об все и черным эти какой такой мини френч мини мини френч тоненькую 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 такую полосочку ой как же я хочу ногти все прям вот одна рука будет скорее всего сегодня мне кажется краской вот черный тюльпан такие манипуляции делать удобнее ну да ладно все прокрыли уголочком нанесем второй слой ничего страшного аня выложи сразу катя ты мне прислала обложку скажи пожалуйста я-то выложи мне трудно обложку мне пришли телеграм сразу только сейчас пришли уголком кисточкой прямой вот вот такие манипуляции кисточкой прямой делать удобнее конечно в общем прям сейчас сижу и думаю о журнале я вы естественно сегодня завтра найду и на следующий эфир у нас будет дизайн для насти влеевой без насти влеевой короче мы решим что у насти на следующий раз будут такие ногти я очень хочу и сделать ногти еще мне нравится сам бурская бы это же вы сделаны ну я наблюдаю за ней у нее мастер уже очень много лет один и тот же на постоянный очень сильно хвалит и я думаю что она и не изменит вот и у нее одна тоночка ну как бы не очень интересно так что настюха сам бурская ты в пролете ты мне как клиент не интересно а вот и влеева не через ох блин я прям знаю что вот я хочу очень сделать внимание мы с ней забубени либо так я разогналась конечно сегодня 10 ногтей но я думаю что я успею это знаете вот я представляю как я делаю как будто на фотосессии на какой-то я вообще очень люблю делать типсы ногти для фотосессии это прям это вот то что не надоедает меня примат это очень сильно кайфую потом видеть моделей на фотках кстати есть мастера интересный который я знаю что есть но их очень мало которые делают для просто для instagram какие-то одни фотосессии когда делают клиентам или берут модель ногти фотографируют и вот мы просто не для не ради денег так сказать столько же сколько раньше любой кадр бы выбери от как всегда ладно у тебя же там зеленая grid у тебя там как как что ж не чушь батарейка сейчас быстренько прохожу второй раз быстренько прям ты не ну это прям для фотосессии и вот когда дайджест и делала вот у меня в голове понимаете были вот такие товарищи с таким стилем вот как настя и влево такие они вроде и стильные и очень трендово но при этом у них все со вкусом но и на супер супер топчик конечно не стандартные какие-то варианты так чтобы все обращали внимание ну согласитесь вот какие-то стандартные просто там наклеить на два ногтя на дресс или приклеить сухо шармик он человек там делать новых прекрасные сами можете скомпоновать это уже классика даже те же брендовую но хотя у нас и в дайджесте и брендовые варианты в этот раз есть и они уже чуть-чуть другие ну и как бы я старалась очень не хотела сделать так чтобы брендовые дизайны были немножечко другими не такими как мы привыкли ведь раньше видите опять опять же таки тот тренд что на всех ногтях должен должен быть одинаковый дизайн сохранен но дизайн при этом стильные и брендовый брендовый вот такой для бизнес в ум опять-таки гусиная лапка гусиная лапка уже сочетание со значками новыми то есть это уже вроде бы брендовый тот же старый добрый брендовый маникюр но уже немножко по-новому с таким вот сильным современным исполнением как я себя хвалю люблю опять-таки тут уже за клёп очками по-моему вера николаевна сейчас этот дизайн из дайджеста тоже значки которые идеально подходят для брендового маникюра надписи на адрес виде как бы казалось бы да вот кто заметил этот адрес который для стеганого маникюра мне он очень нравится без прорисовки это прям вот супер супер так что тут у нас еще есть тоже до касательно это уже ближе к москина тоже вроде бы брендовый такой сдержанный но при этом при этом современный ну то есть старайтесь уходить вот от чего-то привычного пробуйте новое не стесняйтесь предлагать новое своим клиентам то есть если вы клиенту не предлагаете ну если бы вы не умеете либо вам это не нравится мастер в качестве что касается дизайн обязательно должен предложить клиенту доброго времени кайте спасибо мне прям крылья выросли она не впить вы что-то в этом переписываетесь уже видимо меня не меня не касаемо так плохо видно типс и я вот так сделаю вас я хочу такие ногти что делать кто не сделает но у меня девчонки резиденты предложили мне завтра приехать к ним салон две сестрички но ехать в поселок 30 километров от питера я думаю что я вряд ли смогу одну руку зато я себе сегодня сделала так есть у нас мне почему-то безумно захотелось сделать белые на адреса сверху я их кстати если честно говоря вот и в дайджесте нет потому что мы решили сделать белые уже в последний момент и дайджест белые не вошли я их честным скажу ни разу не пробовала и первый раз держу их руках не очень круто смотрится сейчас сейчас я выдохнусти на нет они конечно же классными проверяли но делать их не делал оде лера можете попросить пожалуйста воды горячей налить или теплой хотя бы для сообщить желательно размачивать в горячей воде или в такой прям очень-очень теплый особенно тебе которые белые вот на чтобы не оставалось вот эта голубенькая пленочка с той стороны желательно размачивать горячей воде они во-первых более эластичные не лучше ложатся меньше пузырей у них будет чуть поговорить и попробовал девчонки 5 сек я зарядка включу а так ты убираешь эфиры все катя поняла тебя здесь мне нравятся абсолютно все абсолютно все вот каждая каждый фрагмент от каждого фрагмента я просто просто тащусь готовим готовим где моя любимая короче они все крутые белый решили сделать чтобы для темных оттенков были варианты потому что понятное дело что черные только на светлом и хочется сделать и на темном и на красном ну вот беленькие на бордовом белые прям очень круто смотрятся я делала как-то дизайну белые сочетание с бордовым и с черным конечно так не очень очень необычно все это дело 3 ну и на мизинчик маленькую какую-нибудь сейчас штучку маленькую какую-нибудь еще а как же я могла забыть смайлик и звездочка так наносим пока слайдер то где он у меня только жизнь была пошла наносим я на типсах не буду вторым слоем перекрывать слайдера но вы помните что на клиентах мы слайдер носим два слоя перед нейл дрессом и после я вам вначале рассказала на примере своих ногтей как закреплять слайдеры и как это важно я проходила месяц у меня ни один нигде не облез не с торца не по бокам не у кутикулы да потому что хорошо были закреплены слайдеры с чищенопленочка по торцам два слоя слайдера топ и еще им говорила что я люблю тонкой кисточкой проходить по торцу между слоями слоем слайдера тоненькой кисточкой по торцу то сделать все возможное для того чтобы продержалась как можно дольше ой господи девочки ну как удержаться и не сделать себе блин дни херануть себе пятерку острую теперь все все понеслась коза по ипподрому я за себя не отвечаю все походила с короткими я и так долго держалась получила ой все отчетом чай можно уже наверное помоги мне пожалуйста налей мне воды горячей в стакан я на веру это лишь а нет горячую надо горячую надо так 30 секунд сушили ну уже можно в принципе доставать вас но обязательно мы с вами просверлим пирсинг я правда на типсе не знаем уж мне кто-нибудь поможет но мы это сделаем меняемся пацаны меняемся все иди ко мне опускаем в горячую воду у меня прям кружка ведь че-то для чая видите как они от горячей воды не моментального первых сходят не остается вот синенькая краска на слайдере и они лучше ложатся и лучше распределяются то есть они тогда такие вот эластичные эластичные если у вас на адрес ложится около кутикулы я вот делала даже в утике девчонка этот неудобно по линии кутикулы выравнивать я говорю что у меня для этого всегда были кусачки старые которые я не использую я ими обрезала на адрес по кутикуле это самый идеальный вариант смотрите какие у меня палочки апельсиновые тоже где-то бежала бежала по дороге купил вот и если вырезали но есть складочки палочка апельсиновая так по кутикуле разглаживаете не оставляйте складочек старайтесь все идеально идеально разгладить потому что потом начнете перекрывать топом все это ляжет неровно и соответственно может потом облезть цепляться будет то есть старайтесь на адрес идеально выровнять убрать чтобы по краям ничего не было размачиваем 2 вот от горячей воды просто секунду не надо долго держать эти раз и все готово собакен мы вот так приклеим если в перчатке можно и перчаткой если руки не в перчатках то лучше не нужно зажиривать поверхность 3 так что я мало вырезала то или я потеряла и потеряла ладно вырезаем тогда еще один еще люблю вот этот цветок и прям вместе с ума щечком буквально пару секунд и в горячей воде классно все отстает можно даже вот чтобы он чуть-чуть заходил на прозрачный кончик так будет тоже прикольно далее спасибо уже все и на мизинчик лезвие на большой не буду большой оставлю ну либо можно смайлик да давайте я продаю не покрывала слайдером вот прям вот и на прозрачный вот так захожу есть сейчас мы быстренько покроем все дальше этапом высушите все ноготки в лампе обязательно после просушки счищаем там где вот висит и касается торцов пленка я не буду сушить давайте представим что мы посушили и вот так по всем торцам обязательно тщательно проходим вот она счищается берем ее все обязательно удаляем если вдруг где-то еще осталось еще почищаем это очень важный момент если пленка останется по торцам может облезть да не может облезет с большой вероятностью так а где же смайлик куда он убежал ну и ладно ну и не хочешь как хочешь мы возьмем другой мы возьмем надпись быстренько опускаем чуть-чуть посушим исчезти но прям нравится мне не могу очень мне нравится и в матовом и глянцевом варианте будет смотреться очень-очень прикольно конечно же мы обязательно обрабатываем все на адрес тщательно ультрабондом и по торцу проходим и полностью весь ноготь тщательно и я не зря приготовила поталь мне очень нравится в это сочетание добавлять золото и под матом под глянцевым вариантом будет смотреться очень прикольно так чуть-чуть чуть еще четки и э э э э э э э и так как мы в любом случае перекрываем вторым слоем слайдера когда делаем на адрес и данном этапе можно перекрыть слайдером и на слайдер топ добавить поталь я вообще люблю такие варианты в матовом эффекте но не все умеют носить матовый я вот например не умею у меня максимум матовый это три дня и все и привет а кто-то умеет у катя мирошниченко может ходить месяц с матовыми ногтями чему я просто безумно удивляюсь каждый раз и причем с длинными ногтями ну все я чувствую что у меня будут прозрачные ногти сто процентов чтобы растворить пленку на лдре спасибо девочки вот уже сами спрашивают сами отвечают сушим для потали можно долго не сушить нам нужно прям такая вот липкая липкая основа заранее можно порвать кусочками дома там будет конечно гораздо круче все сильно не пересушиваем чтобы не было сильно сухой дисперсии и начнем можно прям заходить вот так на надпись маленькие большие кусочки это прямо на сегодня с вами такой экстравагантный дизайн но я вас сразу предупредила что обычные стандартные варианты мне не интересно делай да и вам смотреть наверное поталь кстати по поводу потали обязательно ее нужно тоже хорошо перекрывать вот я и и если вы матовым собираетесь покрыть особенно перекройте ее частично слайдер топом иначе она облезет я себе как-то сделала матовые ногти с потали и они мне благополучно обрезали через три дня уху уху разошлась конечно вторыми не успеем уже час но я их сделаю потом и возможно быть выложу мастер-класс сейчас мы еще с вами обязательно пирсинг ставим а а а и и и и а а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, и теперь обязательно перед тем, как покрывать матовым или глянцевым топом, проходим поталь, слайдер топом. Можно точечно, не обязательно перекрывать весь ноготь. Продолжение следует... Ну вот, когда перекрываем слайдер топом, еще один слой, ну допустим, это nail dress, и мы перекрыли вторым слоем, вот как в данном случае поталь, можно не наносить теклос, а приклеивать шермикон на обезжиренный слайдер топ, дабы не утолщать архитектуру, да, чтобы не были ногти более, такими прям толстыми, там, несколько слоев, там, два слайдер топа, потом еще теклос, потом еще топ сверху. Можно нанести слайдер топ, высушить его две минуты, обезжирить, и уже на обезжиренный слайдер топ приклеивать шермиконы. Мои любимые значки. И тебе нравятся? Да всем нравятся. И вот эти нравятся? Ой, я их просто обожаю. Мне нравятся эти алмазики очень сильно, глаза, это прям вот вообще. Просто бери молочный, не помню, все перекрыло я ногти или не все, просто бери молочную базу, и сверху фигач шермиконы, и все, и больше ничего не надо. И вот тебе идеальный дизайн. Блин, не помню, все перекрыло или не все. Это вроде бы все. Все, просушим одну минуту, обезжириваем. Отдайте, пожалуйста, обезжириватель. А, где продается поталь? Она продается в любом художественном магазине, это вот уже ответили. А что за форма? Какая форма? Причем она продается в таком количестве, что вам на всю жизнь ее хватит. А где мои пирсинги? Ой, фух, слава богу. Лежат. Обезжириваем. Слайдер топ. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Пять. Ой. Влезла где-то. И завершаем. А где белые значки? Белые, белые, белые. Ах. Куда ты их делала? Ну и ладно. Эл. Там где-то белые значки были. Я их не знаю куда делала. Которые вот тоже из этой же серии, только белые. Вот такие вот, только они с белыми. Я забыла, как они называются. А я где-то готовила. Они, может, упали. Нет, ничего не падало. Значки. Так. Тут уже в хаотичном порядке. Там тоже глаза вот эти всякие такие. Нет. Прям тщательно прижимаем. Да, да. Вот они. Вот они, мои любимые. Их просто обожаю. Это вообще, это все. Ну, они вот в данной концепции, они, может быть, не очень будут удачные. Ну, по крайней мере, не все. Но вообще, они самые крутые. Они мне безумно нравятся. Они идеально подходят, сочетаются со всеми нелдрессами. Вот на любой. Вот какой ни приклей, сверху эти значки, это просто восторг. Просто любовь берешь. Ой, ну все, не могу. Я бы все, просто залепила бы. Сердце, это вообще моя слабость. Мне очень нравится один на один клеить, когда нелдресс, и потом перекрывается это все сверху шермиконом. Тут еще плохо видно. У нас кончик прозрачный. Очень прикольно смотрится. Но не передает камера. Так, какой мы сюда приклеим? Тут бы тоже, конечно, белый какой-нибудь подошел, чтобы поталь перекрыть. Прям вот все хочется, и все. Любой наклей будет классно. Ключик сюда по стилистике не подходит. Шизоините. Ну, я хочу еще один этот камушек. Его, кстати, можно по матовому топу сверху джемти-гелем дублировать, дублировать, чтобы он был объемный. Ну, не могу, но мне очень нравится. Все, это мои ногти. Следующий. Ку. Ну, черный, в принципе, тоже хорошо. Но, опять-таки, у меня здесь не перекроется поталь. Лучше выбирать с белыми, полностью заполненные, чтобы было перекрытие. Роза, меч. Все, и так как много слоев, я даже как на клиенте вот если тут делать, много слоев обязательно перед конечным слоем топа пилкой по торцу прохожу, чтобы там, если шермиконы, если где-то топ залился, чтобы торец был чистенький, ровненький. здесь не хватает надписи. Я вот прям, прям вижу. Надписи тоже очень крутые. Ну, это несколько вариантов, но это одни из. Одни из. Там вот один на один. Так, и все, и перекрываем топом. Девочка, найдете мне просто матовый топ? Пожалуйста. Меняемся, пацаны. Меняемся. Что, я ограбила вас, да? Где испортился? Потому что носить не умеешь. Ну, что ты не умеешь? Матовый топ, да, нужно уметь носить. Я вот сейчас не перекрыла, а вообще, если вы покрываете матовым топом дизайн, то шермиконы точечно перекрываете теклосом или слайдером. Иначе могут облезть. Топ матовый, он мягкий, начинает стираться, и начинает стираться следом шермикон. Я очень люблю матовые ногти, но я, к сожалению, не умею их носить. Да, это нужно уметь носить, оно нужно протирать, нужно не сувать, куда попало пальцы. Да. Ну и вообще, знать, что у тебя на руках матовый нежный топ, вообще дизайн, длинные ногти. Это вот не все так умеют, но есть клиенты, которые способны на это. Это вот как Катя. И еще матовый топ сушить нужно больше и дольше, чем глянцевый даже. То есть если вы матовый топ не досушили, не сушим одну минуту. То есть топы вообще, в принципе, одну минуту сушить нельзя. Что матовый, что ультрашайн, что текласс. Я вообще рекомендую, если есть возможность, сушить три минуты. Почему три минуты? Чем дольше вы сушите, тем меньше будет пачкаться и зацарапываться топ любой. Что матовый, что глянцевый. То есть чаще всего, когда говорят, что у меня облез топ или там еще что-то, спрашиваешь, сколько сушили, говорят, одну минуту. Этого недостаточно. То есть топы нужно сушить две, три минуты. Минимум две. В зависимости от лампы. Если лампа новая и лампа мощная, то достаточно две. Если лампа слабая и уже поработавшая, ну или не мощная, не знаю, в ультрафиолетовой лампе, мне кажется, нам еще надо пять минут сушить, то сушить нужно как можно дольше. Если посушить мало, он буквально через неделю начнет его зацарапываться. Так, положим сюда. Блин, ну не успела. Да, я думала, что я быстро сделаю. Надо еще поболтать. Ну, сделаю второй дизайн и выложу мастер-класс. Где он? Где они мои типсы? Здесь я хотела сделать брендовый, не удовый. Ну, сделаю обязательно и выложу. И потом вложу бокс и буду собирать дизайны. Это очень красивая штука. Практичная. пыль не попадает. И, блин, не стыдно клиенту вот дать сказать. Вот у меня дизайн в такой красивой коробочке. Ни где-нибудь там на колечке, на цепочке висят, а красивые коробочки. Напоминаю. Да. Они есть в продаже. 2500, да, по-моему? В Питере есть наличие. В Питере есть наличие. А где-то нет, где-то нет, да? Короче, в Питере есть, приезжайте в Питер за боксами. Второй этаж, 227-й офис, Лиговский, 50. Так, не досышили. Чуть-чуть-чуть. Так, ладно. Время, время, время. Уже все. Время. Я сейчас выложу, сфотографирую и выложу обязательно. Пусть они хорошо просохнут. Две минутки. Сейчас обязательно сделаю второй и выложу мастер-класс. В общем, если ваши клиенты не привыкли к каким-то таким дизайном необычным, вы делайте, складывайте коробочку, показывайте, предлагайте дайджест обязательно. И в любом случае кто-то, чье-то сердечко начнет растаять. Мы же тоже раньше носили там по два ногтя дизайна и носили там только там полосочки вензеля или еще что-то. Но со временем меняются взгляды. Кто-то захочет сделать, увидеть, скажет, ой, я даже такого не видела. Если вы предлагать клиентам не будете, конечно же, они не будут этого хотеть. Если вам самим нравится и вы хотите, чтобы ваши клиенты хотели стильные и современные, делайте дизайны, делайте побольше вариантов, предлагайте, работайте с дайджестами и 100% клиенты тоже начнут это понимать. То есть, если вы сами этого не будете делать и не будете показывать, конечно же, клиенты выбирать тоже не будут. Если вы сидите с однотоночкой и там по точечке, по вензелечку у вас на ногтях, клиенты знать не будут. Им нужно показать. Самая лучшая реклама это ваш маникюр. То есть, если вы сидите с дизайном и у вас все последние декорации, все последние какие-то тенденции, конечно же, клиенты будут видеть, будут тоже хотеть. А если у вас будет однотоночка, то и у клиентов будет однотоночка. А, дизайн это денежка. Все, эфир сохраняю. Сейчас дизайн сфотографирую и выложу как обложку. А, подождите. Все. Я очень хочу на вас сделать пиресных не успеете сделать. Я сейчас его вкручу и выложу как обложечку и мастер-класс выложу. В сторису, Кати, вы видите.